Привет всем! В прошлом видео мы решали тесты по турецкому для иностранцев, который оказался не совсем простым. Многим показалось сложно. Сегодня мы с вами будем решать тесты по турецкому языку для турков, для учеников пятого класса. Я думаю, что они будут более проще, чем предыдущий тест. Тесты онлайн, поэтому сразу будем видеть, правильно мы решили или нет. Тесты будут на разные грамматические темы и, думаю, вам будет интересно. Сразу хочу напомнить, для тех, кто хочет изучать турецкий с нуля, у меня есть платный курс с заданиями и тестами на платформе Udemy. Вы можете приобрести его со скидкой по ссылке под видео. А также, все, кто хочет поддержать канал, вы можете это сделать, поставив лайк и также можете поделиться видео в своих соцсетях. Теперь приступим к нашим тестам. Напоминаю, это тесты для носителей турецкого языка, учеников пятого класса. И думаю, они должны быть нам под силу. Вот здесь есть такой сайт, называется testlerichoice.com. И мы посмотрим тест по турецкому языку для пятого класса. Здесь есть разные тесты на разные грамматические темы. Мы возьмем несколько из них сегодня. Вот давайте первый тест. Это у нас будет тест sesjukte alnam. Это тема теста. Тест состоит из 15 вопросов и дается 15 минут. То есть у нас всего будет 15 минут, чтобы решить эти вопросы. Уровень сложности здесь написано orta. Это средняя сложность. Sesjukte alnam. Это переводится тест на знание смысла слова. Давайте начинаем. Приступаем к решению теста. По-турецки. Тести чузьме башла. Начни решать тест. Вопрос первый. Кою сёжжу ашадаверлен дюмлерин хангисинде аширы аннамыла кулланыл мышцыр. В каком из предложений слово кою использовано в значении аширы? Аширы – это чрезмерный. Слово кою у нас переводится как тёмный или густой. И иногда можем использовать как чрезмерный. Например, кою анарщист. Это значит такой ярый анархист. Давайте смотрим ответы. Первый ответ. Доктор не рекомендует детям густое молоко. Здесь слово кою в значении густой. Оно не подходит. Значит, мы, ещё раз напоминаю, ищем слово кою в значении аширы, то есть чрезмерный. Дальше. Такымын кою тарафтарлары эркенден гельдлер. Вот здесь смотрите. Кою тарафтарлары – это значит ярые болельщики. Ярые болельщики команды пришли заранее, раньше. То есть, вот как раз у нас этот ответ подходит. То есть, кою тарафтар – это ярые болельщики. Значит, это у нас правильный ответ. Ну, посмотрим ещё другие здесь ответы. Здесь между ними начался глубокий разговор. Кою бирсовпет – это такая глубокая беседа. То есть, не чрезмерно здесь не подходит. И последнее. Это значит, рыбаки вышли в тёмно-синее море. То есть, они поплыли. Смотрим следующий вопрос. В каких из предложений слово «яшамак» – «жить» используется в значении «отурмак». Как вы знаете, «отурмак» мы говорим, например, «бен Истамбул да отурьорум». Это значит «я проживаю сейчас в Стамбуле». Вот как раз нам нужно найти, где слово «яшамак» в значении «отурмак». Смотрим. Не тот, кто много живёт, а тот, кто больше путешествует, знает. То есть, что-то знает тот, кто больше путешествует, нежели тот, кто живёт. Здесь не подходит. Мы можем, в принципе, слово «отурмак» подставлять сюда. То есть, здесь будет «чок отуран деиль». То есть, сразу не подходит. Не тот, кто сидит. Не то значение. Дальше смотрим. Мы будем нести в нашем сердце, то есть, проживать, нести в нашем сердце память о нём. Здесь тоже не подходит. Дальше. Дед Хасан, который из села, живёт. Вопрос спрашивает, живёт или нет. То есть, живой ли он. Здесь тоже не в значении «отурмак». И последнее. То есть, здесь, смотрите, можем подставить. У нас есть родственники, которые живут в Измире. Вот этот у нас ответ подходит. Смотрим дальше. Следующий вопрос. В каком из предложений слово «яшлы» используется в отличном от всех остальных значении? Что такое «яшлы»? «Яшлы» — это у нас взрослый или старый. И ещё у нас есть слово «яш» — это как «мокрый». И «яшлы» — это значит, может быть, ещё как слово «мокрые». Поэтому смотрим. Все предложения должны посмотреть. И в каком предложении отличается смысл от всех других предложений. Он, схлипывая, мокрыми глазами «яшлы» — «гёздериле», посмотрел в мою сторону. То есть, здесь значение «мокрый». Дальше смотрим. «Олдукча» — это достаточно, довольно. «Севеджен» — нежная. Довольно нежная. «Яшлы» — пожилая. То есть, здесь не старая, а пожилая тётя. Здесь мы используем значение «пожилая» в возрасте «яшлы». Дальше смотрим. «Махалянин» — «яшлы лары» — «топланты» и «аптлар». «Старейшины» — здесь «яшты лары» — это значит, старейшины района провели собрание. То есть, вот смотрите, у нас уже получается «б» и «дж» в одинаковом значении, да, связано с возрастом. И последнее. «Пу эвин» — «яшты сайби варды». У этого дома был пожилой хозяин. То есть, три ответа связаны были с возрастом и только один с тем, что «мокрые глаза». Значит, у нас ответ вот этот. То есть, в этом предложении было использовано в другом значении по сравнению с другими предложениями. Смотрим следующий вопрос. Четвертый. «Доуру сёджу ащадаки джюмлелерин хангисинде ялнышсис эксиксис аннамунда куланылмыштр». В каком из предложений слово «доуру», а «доуру» у нас может переводиться как «прямая», «правильно», ну или «линия», или «в чью-то сторону», «в направлении». И где она была использована в значении ялнышсис эксиксис. Ялнышсис безошибочно или эксиксис, то есть, без недостатков. Смотрим ответы. «Ики ноктадан ялныс бир доуру ге чер». Через две точки может проходить только одна прямая. То есть, не в этом значении, не в значении ялнышсис. Значит, ответ неправильный. «О, хер заман хесаплары доуру я пар». Он всегда все расчеты делает правильно. И вот здесь, смотрите. «О, хер заман хесаплары ялнышсис» или «эксиксис я пар». То есть, мы можем подставить, подходит. Он всегда делает все расчеты безошибочно. У нас ответ будет вот этот. Ну, дальше еще есть ответы. «Чёджук окула доуру кощрак гиты». Ребенок побежал в направлении школы. «Окула доуру» в направлении школы. И «буконуда доуру сёредини сан мёру». Я не думаю, что он на эту тему говорит правильно или правду. Здесь тоже не подходит. С этим значением не связано. Переходим к следующему вопросу. «О, ащадаки джумлярин хангисинде генищ келемесерин зыт анлам лысы куллан лмыштер». В каком из предложений было использовано «зыт анлам»? Это значит противоположное, то есть антоним. Антоним слово «генищ». В каком из предложений было использовано? «Генищ» это у нас широкий. Значит, мы должны искать слово «дар» в принципе. Смотрите, «аыр сёздлер муралин бозду». Его тяжелые неприятные слова испортили настроение. Не подходит. «Бис дар сокактарэнда динмэн ямурунда гэзьёрдук». Мы гуляли по узким дар сокактарда улочкам, в которых не прекращался дождь. Вот у нас как раз «генищ» широкий, дар узкий. Значит, ответ вот этот. Дальше можно посмотреть. «Чеврэ сэндэ кэлэрэ соук да враныр». Он в своем окружении относится очень холодно. И последнее. «Верим литву проклары сат мэйду шунь мёрус». Мы не собираемся продавать. Верим ли это полезные или плодородные земли? Не подходит. Смотрим дальше. «Ашадаки джумля рэн хангисиндэ мэджаз анламлы сёйзюк йоктур». В каком из предложений нет слов с метафорическим или с переносным значением? Первое. «Чеврэ сэндэ кэлэрэ чок соук да враньёш». Опять, смотрите. Он в своем окружении, людям, которые вокруг него находятся, очень холодно относится. Здесь есть метафорическое значение? Да. То есть холодно не в значении, что как холод, а в значении, что не любят с кем-то разговаривать. То есть есть переносный смысл. Дальше. «Татлы сёйзлэ рэ лэ еланы дели нэн чекарды». Но это как пословица, что он своими красивыми, теплыми, сладкими словами даже змею вытащил из дырки или из норки. Здесь опять у нас сладкие слова. «Татлы сёйзлэ рэ лэ». То есть есть переносный смысл, метафорический смысл. Дальше. «Яняр када штары лэ чабук кайнашты». Он со своими друзьями очень быстро, кайнашты, это подружился. Но дословно это слово «кайнашты». «Кайнашмак» это как сварка, приварился к ним. То есть здесь тоже есть метафорическое значение. И последнее. «Иртык аяк хабысыны чопятты». Он выбросил в мусорку свою порванную обувь. То есть вот здесь нет ни одного слова, которое имеет переносный смысл. Значит, это правильный ответ. Переходим к следующему вопросу. Слово «ярамас» переводится у нас как «непослушный» или «озорной» и для вещей переводится как «непригодный». И наверху есть три предложения. В каких из этих предложений он был использован в другом смысле? Смотрим. «Балкон таки ища ярамас эщелары депоя койду». Я положил в какой-нибудь чулан. «Балкон таки ища ярамас эщелары». Ненужные вещи, непригодные вещи, которые были на балконе. Второе. «Амджама гюре ярамас бир чёджуктум». По мнению моего дяди, я был озорным ребенком. И третье. «Ой, ретмен сыны в таки ярамас чёджуктарын вели лериле герюштю». Учитель встретился с родителями непослушных детей в классе. То есть два слова у нас про «непослушный» и «озорной» и только первое у нас отличается от этих двух. Значит, выбираем ответ «ялны сбир». То есть только первое предложение подходит. Переходим дальше. Вопрос восьмой. В каких из предложений слово «шик» было использовано в отличном от других предложений смысле. «Шик» это у нас переводится как «шикарный» или «стильный». Но также и в ответах, например, в тестах «шик» это вариант. Первый вариант, второй вариант тоже может использоваться. Смотрим. «Устюня шик бир эльбисеги мечты». Он надел на себя стильную одежду. «Хэр заман шик бир эльбисеги». Он все время был стильным. «Сорну чось меки чин и ки шик варты». Для того, чтобы решить вопрос, было два варианта. И «шик бир джевап верты». Он шикарно, он дал шикарный ответ. То есть здесь у нас получается, именно от всех отличается, потому что здесь про варианты, а все остальные слова это было шикарно и стильно. Переходим к следующему вопросу. «Юст сёжжу ащадаки джимлялярин хангисинде артан герея калан бёлюм аннаманда кулланыл мыштыр». В каких из предложений значение слова «юст» было использовано как «артан» – излишек, герея калан – то, что осталось, бёлюм – часть. Часть, которая осталась, как бы излишек. «Паранын юстюню алмадан гельмичты». Вот если вы должны знать «паранын юстю» – это «сдача от денег». То есть вы даете, платите за что-то, и вам дают «параюстю», то есть сдачу с этих денег. Вот как раз она в этом варианте была использована как излишек, который остался. Кроме этого, здесь есть «гёмлейнин юстю месникапат мамышты». Он не застегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Артэк тары масанан юстюн ден калдырды». Она убрала остатки пищи со стола. И «юстюню дэйш тирмэ кичин изиналды». Он взял разрешение для того, чтобы переодеться. Ответ у нас был первый вариант. Смотрим. Десятый вопрос. «Аннам илечки си» – это смысловая связь. В каком варианте смысловая связь между словами отличается от других? Смотрим. Первый у нас. Как мы видим, здесь у нас везде есть антонимы. Сытый – голодный, высокий – низкий, длинный – короткий. И только вот здесь у нас синонимы. И кайгы, и таса – это как беспокойство, волнение. Значит, у нас четвертый вариант подходит. Смотрим. Одиннадцатый вопрос. Чевирмек сёйджу ащадакилерденхангисинде Йолундан алыкоймак анламанда куланэлмыштер В каком из предложений слово «чевирмек» используется в значении Йолундан алыкоймак? Ну, вы, наверное, можете знать, что слово «чевирмек» имеет более 30 значений на русском языке. И они очень-очень разные. Поэтому здесь всё перечислять не буду. Нам найти значение такое, которое будет Йолундан алыкоймак. То есть не сбить с пути, а, можно сказать, остановить. То есть когда люди куда-то идут, я их останавливаю и в другую сторону разворачивать, развернуть пусть будет. Теперь смотрите. Первое. Он, не повернувшись, ответил маме. Не подходит. Дальше. Бахчанин этрафыны дикенли теле чевирдилер. Они обвели колючей проволокой вокруг сада, бахче, сад или огород. Дальше. Аркадашим бизи чевириб эвине гетвирду. Наш друг остановил нас. То есть мы куда-то шли. И он нас развернул. Чевириб. Так. Так, 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 так. Ага. Я понял. У нас закончилось время. 15 минут. И когда вы не успеваете по времени, вам говорится, что вы столько-то вопросов сделали правильно, столько-то неправильно. И говорит. И сайлджак пирнот. Это неплохая оценка. Если немножко позанимаешься, то станешь лучше. Ну так. Давайте посмотрим, на каком вопросе мы остановились. Видите, по времени мы немножко не успели. Так. Смотрим. Про чевирмейк было. Какой-то у нас был вопрос. Ага. Вот. Смотрите. Так. Ага. Вот. На этом предложении мы остановились. Аркадашим бизи чевириб эвине гетвирду. То есть друг нас остановил. Как бы развернул. И отвел нас к себе домой. Может пригласил и отвел. То есть мы куда-то шли. Он нас остановил. Так. Подождите. Пойдемте ко мне домой. И это вот в этом значении. Чевириб как раз это значение. Йолундан Аллы Коймак. И оно вот здесь подходит. И последнее. Посмотрим. Вариант был. Окадар Гурурлу Ки Кендисине Йолланан Параи Геричевирды. Он был настолько гордым, что деньги, которые были высланы ему, он от них как бы отказался. Геричевирды. Он их назад отправил. Не стал брать. Ну, ладно. Давайте посмотрим следующий вопрос. У нас здесь будут ответы. Но я их все, в принципе, вам объясню. Опять. В каких из предложениях слово «Доуру» было использовано как фраза «Герчек щуки». «Герчек щуки» можно перевести как «на самом деле». На самом деле, да? Можно, да. И давайте смотреть. Это вот такое использование есть слово «Доуру» «Доурусу». «Буараба» 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 «Это машина». «Доурусу чок хоишу магит». «На самом деле, мне очень понравилось». И вот здесь как раз подходит этот вариант. Другие у нас были варианты. Правду из того, что было вчера рассказано, я узнал от него. То есть здесь не подходит с фразой на самом деле. Он попросил, чтобы на доске написали прямую из чисел. Это такой термин математический. Здесь не буду вам объяснять. И дальше. Он внимательно посмотрел, но не смог правильно прочитать. И здесь тоже не подходит с фразой герчекщуки. Вот она у нас подходит сюда. Переходим к 13 вопросу. В каком из предложений слово гюнь, вы, наверное, знаете все слова гюнь как день, но у него есть еще другие значения, было использовано значение ияшанмышзаман. Ияшанмышзаман – это время, которое было прожито хорошо. На самом деле это как счастливое время. И есть такая фраза по-турецки – гюнь гермяк. Как бы ты стал счастливым. Например, давайте посмотрим на ответы, какие у нас здесь есть. Он пытался действовать соответствиями с условиями того времени. То есть здесь гюнь как время. Не подходит. Гюнь гердюн диэнлере гюлюмсерек бакарды. Он улыбаясь смотрел на тех, кто говорили ему гюнь гердюн. То есть ты был счастлив. Или ты стал счастлив. Ну вот здесь просто нужно знать, что есть такая фраза гюнь гердюн. И вот она соответствует значению ияшанмышзаман. И вот она как раз сюда подходит. Здесь еще у нас есть гюнь берас юкселиндже сыджак кырлары ка плоды. Здесь слово гюнь используется в значении солнца. То есть у нас солнце гюняш. Но также есть слово гюнь, которое используется как солнце. Гюнь берас юкселиндже. Солнце немножко поднялось. Сыджак и тепло, жара, кырлары ка плоды. Покрыло все поля, все равнины. И последнее еще есть. Гюнь боюнджа сабырдла телефону чалмасаны беклиды. Он в течение всего дня ждал, терпеливо ждал, когда зазвонит телефон. Здесь у нас слово гюнь в значении день. Оно не подходит. Смотрим на следующий вопрос. Ащадаки джумля ля ринхангисин дэ гюняш сёжджу терим анна мыла кулан алмыштр. В каких из предложений слово гюняш, солнце, было использовано как термин? То есть у нас солнце как звезда. У нас есть как планеты, есть солнце. В турецком языке, когда используют слово как термин, оно всегда пишется с большой буквы. Вообще это надо знать. Ну, давайте смотрим. Кендинэ я не бюдж гюняш гюзлю алды. Он купил себе новые солнечные очки. Здесь это просто как определение для слова гюзлюк. Солнечные очки, не как звезда, которая солнце. Дальше. Это было жилище, которое не видело солнца. И хэрт рафейский миш вокруг, внутри, всё везде было очень старое. Оно постарело. Чивчелер гюняш батаркен тахтадан дэн юрду. Фермеры гюняш батаркен на заходе солнца, на закате солнца. Тахтадан дэн юрду. Возвращались, но здесь слово тахта, это не доска, а тахта, это такое есть использование, как поле. Возвращались с полей. При закате солнца возвращались с полей. И последнее. Гюняш гезеген лере ищикве исывериш. Солнце. Гезеген это планета. Гезеген лере ищикве исывериш. Солнце дает планетам тепло и свет. Ну как бы вот здесь слово гюняш как раз использовано как главным, основным его значением, как термин. Это будет правильный ответ. И посмотрим на 15 вопрос. В каких из предложениях есть слова, которые используются в переносном смысле? Смотрите, дословно переводится как я горю от того, что не смогу сделать отпуск, не смогу отдохнуть этим летом. Слово ян маг, это вообще гореть. Но есть такое использование ян йорум, то есть я сожалею, что я не смогу этого сделать. Вот здесь как раз у нас получается глагол ян маг. Меджаз аннам, да, то есть метафорически, в переносном смысле. И вот этот ответ будет правильным. И посмотрим другие ответы. Эщалар саалам уларак тесли медель эдильды. Вещи были переданы в целости и сохранности. Саалам уларак. Здесь никаких нет слов с переносным значением. Дальше. Фэндык топлэян йоргун кадынар лаконышту. Он поговорил с уставшими женщинами, которые собирали фэндык или фундук. Здесь тоже нет слов с переносным значением. И последнее. Бирьи дядабуланаджак яардым истей декты. Он хотел обратиться с просьбой, попросить помощь. Здесь тоже нет у нас слов с переносным смыслом. Поэтому у нас ответ был правильный. Вот здесь, первый вариант. Так. На этом наш тест закончен. Давайте посмотрим, какие здесь еще тесты есть. Так. Попробуем следующий тест. Теперь давайте попробуем решить другой тест. Возьмем тест, например, про yapim ekleri. Yapim ekleri — это словообразовательные аффиксы. Это аффиксы, такие как lyk, такие как g, при помощи которых образуются у нас новые слова. Называются производные имена. Ну, например, кулак, ухо, кулак, лык, наушники. Да, вот типа такого. Или балык, рыба, балык, чьи, рыбак. То есть это слова, которые образованы при помощи словообразовательных аффиксов. Так, давайте в этот раз попробуем все-таки уложиться в 15 минут. Постараюсь быстро-быстро все делать и говорить. Приступаем. Какой из этих слов присоединил словообразовательный аффикс? Балина — это у нас кит. Не присоединил. Слово дальше — гёзлюк. Вот смотрите, у нас есть гёз — это глаз. И гёзлюк — это очки. Вот у нас это слово присоединило аффикс. Словообразовательный аффикс. Дальше есть слово «радио». Оно ничего не присоединяло. Есть слово «одолар», но здесь комнаты. Лар — это аффикс множественного числа. Это не словообразовательный аффикс. Идём дальше. Масадаки тузлу бизахмет узатырмысын дюмля синде япым эки алан келеме ащадаклерны ханги синдер. У нас есть предложение. Масадаки тузлу бизахмет узатырмысын. Ты можешь протянуть мне солонку, которая стоит на столе? И в каком предложении в одном слове есть слово со словообразовательным аффиксом? Думаю, здесь всё несложно. У нас есть слово «тузлук», то есть «тузсоль», и «тузлук» — это солонка. Значит, у нас это слово. Остальные слова «захмет», «масадаки узатырмысын». Здесь у нас нет словообразовательных аффиксов. Переходим к следующему вопросу. В каком из слов, если мы добавим аффикс «лык» или «лик», то это не будет каким-то предметом или какой-то вещью. Смотрите, «эрген» — это у нас подросток, и «эргенлик» — это у нас подростковство. Подростковый возраст. То есть вот у нас слово, которое — это не вещь, никакой не предмет, это будет правильно. А другие у нас есть «калем», «калемлик» — это будет пенал, «чорап», «чораплык» — это будет, наверное, место для носков. И «китап», и «китаплык» — это будет шкаф для книг. То есть здесь везде это у нас какие-то вещи или предметы, кроме слова «эрген», «эргенлик» — это у нас подростковый возраст. Дальше смотрим. Какой аффикс? Если мы добавим к слову «шекер», то у нас получится новое слово, то есть получит новый смысл слова. «Шекердэ» — в сахаре, «шекердэн» — из сахара, «шекерлер» — конфеты. И «шекерджи» — это у нас будет какая-то или профессия, или человек, который делает конфеты, например. «Шекерджи» — как профессия. Потому что «джи» у нас словообразовательный аффикс. Идем дальше. Пятый вопрос. «Ащадакилэрдэн хангиси яамур сёс джюйне яни аннам казандырмас». Какой из аффиксов мы присоединяем к слову «яамур» и это у нас не получится новое слово. То есть мы, в принципе, должны из этих всех аффиксов найти аффикс, который не является словообразовательным. «Яамурлу» у нас получается «дождливый». «Яамурлук» — это у нас одёжка какая-то против дождя. Как назвать по-русски? Не знаю. «Яамурлар» — это «дожди» — множественное число. И «лар» — это у нас аффикс множественного числа, то есть это не словообразовательный аффикс. И «Яамурджу» — это будет что-то. «Яамурджу» — какой-то человек, который связан с дождём. Не знаю, что это может быть. Но «джу» — тоже у нас словообразовательный аффикс. Смотрим дальше. Вопрос номер шесть. Какое из слов не присоединило к себе словообразовательный аффикс? «Сулук» — «су» и «лук», да? То есть это что-то, откуда мы можем пить, например. «Халылар» — «ковры». Видим, да, сразу, что это «халы» просто и во множном числе. Значит, вот, не присоединился словообразовательный аффикс. Ещё у нас есть «инатчи» — это упрямец. «Инат» — упрямство. И «инатчи» — упрямец. И «сёзджу» — «сёзджу» — это слова или предложения. И «сёзджу» — это, возможно, тот, кто дикт. Спикер. Диктор. Смотрим дальше. То есть здесь у нас тоже есть словообразовательный аффикс «джу». Вопрос номер семь. «Ащадаки сёзджуклярден хангиси бирдэм фазла япым эки алмыштыр». Какое из слов присоединило к себе «бирдэм фазла»? Больше, чем один словообразовательный аффикс. Смотрим слово «гёзлюк чу». У нас есть «гёз» — глаз. «Гёзлюк» — это очки. Первый аффикс. И «гёзлюк чу» — это человек, который занимается оптикой, или который продаёт очки, или который оптик. Поэтому у нас есть в этом слове два словообразовательных аффиксов, и это будет правильный ответ. Есть у нас ещё «симит чу» — тот, кто продаёт семит. «Чичек чу» — это тот, кто продаёт цветы. И «капу джи» — это швейцар или вахтёр. У нас здесь везде аффикс «чу», то есть он один. А здесь у нас и «люк» и «чу». Ответ правильный. Первый вариант. Смотрим. Восьмой вопрос. Слово. Опять же, какой из аффиксов, если мы добавим, то не получится у нас нового слова. «Китаплык» — это шкаф для книг, например. Новое слово. «Китапчи» — здесь получится человек, который продаёт книги. «Китапсыс» — есть такое слово «китапсыс» — это как неграмотный, то есть тот, который ничего не читал. Это тоже у нас как бы новое слово. И «китаптан». «Китаптан» — это из книги. То есть, если мы добавим вот этот аффикс, то у нас не получится нового значения слова. Какое из слов, опять же, не присоединило словообразовательный аффикс. Первое слово. «Ода» — «лар» — «комнаты». Вот это слово «ода» и «лар» — это аффикс. Множенное число, поэтому подходит. То есть нет никакого словообразовательного аффикса. Дальше у нас есть «санатчи» — это человек, который занят искусством. «Геджелик» — это что-то на ночь, ночной, на ночь. И «капычи» — здесь у нас опять вахтёр. Это все слова, у которых есть словообразовательные аффиксы. Смотрим. Десятый вопрос. Какое из слов отличается от других? Да, смотрим. «Тузсус» — несолёный. «Тузлук» — солонка. «Тузда» — в соли. И «тузджу». Ну пусть «тузджу» — это человек, который или продаёт соль, или делает эту соль. Здесь у нас есть словообразовательные аффиксы в словах «тузджу», «тузлук» и «тузсус». И только слово «тузда» — это просто аффикс местного падежа. Значит, это будет правильным ответом. Смотрим вопрос одиннадцатый. «Ашадакилерден» — «хангисияпум эки алмамыштер». Опять, какой же из слов не присоединил словообразовательный аффикс? «Экмекчи» — тот, кто хлеб продаёт или делает. «Бюрекчи» — тот, кто бюрек делает. Ну, «бюрек» — это такое из теста турецкая еда, в общем. Лепёшки какие-то. «Хамурлар» — «хамур» — это тесто. «Хамурлар» — это тесто во множественном числе. Опять же, «лар» — это аффикс множественного числа. Значит, это у нас будет ответом. И «китапчи» — это человек, который, возможно, продаёт книги. Вопрос двенадцатый. «Ашадакилерден хангисияпусыбакамэндандеэрлерендэнфхарклидэрш». Какое слово по своему строению отличается от других? Смотрим. «Ортаклык». «Ортак» — это значит «компаньон». «Ортаклык» — это партнёрство. «Этчиль» — это платоядное. Например, есть у нас животные «отчул» и «этчиль». То есть травоядные и платоядные. «Капыджи» — это у нас «вахчор» или «швейцар». И есть у нас слово «аджилар». «Аджи» — это «боль», и «аджилар» — допустим, «боли». Здесь всё просто. Опять у нас первые три слова. Есть словообразовательные аффиксы. Здесь «лык», здесь «чиль», здесь «джи». А здесь аффикс множественных числа. И мы выбираем его. Вопрос тринадцатый. «Хангиси дейлерендэнфарклидэр». Опять же, какое из слов отличается от других? «Китапчи» — это мы уже смотрели. Человек, который продаёт книги. «Китаплык» — это у нас «шкаф для книг». «Китапта» — в книге. И «Китапсис» — это «неуч». Опять же, слово «китапта» в местном падеже у нас будет отличаться, потому что во всех остальных словах есть словообразовательные аффиксы. Смотрим. Четырнадцатый вопрос. «Ашиадакилердэнхангиси япым эки алмыштыр». Какое из слова присоединило к себе словообразовательный аффикс? «Яш» — это «мокрый». Или возраст. «Яшит» — это значит «сверстник». Здесь у нас есть аффикс «ыт». Он тоже словообразовательный. От слова «яш» у нас получилось «яшит» — «сверстник». Дальше. «Яшта» — ну пусть это в возрасте. И «яшлар» — это годы пусть, да, будет, наверное, так. Опять, что у нас отличается от других? У нас есть только одно слово, слово «яшит» — «сверстник», в котором есть словообразовательный аффикс. Во всех остальных словах его нет. Значит, оно отличается от всех остальных. И последний вопрос. Вроде бы мы по времени сейчас успеваем. «Ашшадакилерден ханги сияпым эки алмамыштыр» — «какой из слов» не присоединила к себе словообразовательный аффикс. «Йолдаш» — это значит «товарищ», который с тобой куда-то идет вместе с тобой. Потом «меслекташ» — это «коллега по профессии», «ташлар» — «камни» и «фырынджи» — «это пекарь». Какое из слов, я помню, «ки алмамыштыр» не присоединила к словообразовательный аффикс. Это слово «ташлар», потому что аффикс «лар» у нас, аффикс множественного числа. Так, сделали все правильно, 15-15, 100% ответ и успели по времени. Ну и давайте посмотрим еще последний тест. Давайте возьмем тест на синонимы и антонимы. Я думаю, он должен быть несложный, потому что, в принципе, все, кто изучает турецкий язык, когда мы изучаем прилагательные, нужно изучать антонимы. Нужно знать антонимы, так легче учить. Ну и синонимы тоже нужно знать. Давайте, опять же, пробуем быстро-быстро все делать, потому что у нас всего 15 минут. Начали. Первый вопрос. Какие нижние варианты у нас не являются эти антонимы синонимы? Девир и Ча – это эпоха, время, да, это синонимы. Джилыз и Сыска – это слабый, такой, слабый. И Джилыз и Сыска – это такой слабый, слабый человек. Кыса и Индже – это короткий и тонкий. И Чаре – Дева – это у нас средство от чего-то, да, как лекарство, средство от чего-то. И то, и то у нас синонимы. Так, а нам нужно найти, которые не синонимы. Не синонимы у нас короткий и тонкий. Это не синонимы, значит, это будет правильным ответом. Смотрим дальше. Зыд анламны келемелер хангисе ченекте бир а рада верельмичты. В каком из предложений антонимы, есть антонимы, то есть два слова антонимы в одном предложении. Ине яз битты биз герме ден гюняши. Вот и лето закончилось, а мы так и не увидели солнца. Здесь нет у нас. Дальше. Хава соук – погода холодная. Ода буз гибиды. И комната была как лед. Здесь у нас нет антонимов. Эсра уфактефек бир кызды. Эсра была уфактефек, это такое удвоенное. Удвоение – это была маленькой, маленькой щупленькой девочкой. И бью кючук, херкес байрамы кутлады. Вот смотрите, бью кючук. И старый млад, все праздновали праздник. То есть у нас есть слово бьюк и антоним кючук. Вот одно предложение. Смотрим дальше. Третий вопрос. А шадакилай ден хангисе нин эщ анламлы сы йоктур. У какого слова нет синонима? Смотрите, ещ или зеленый. У слова зеленый синонима не может быть. Значит, мы его отмечаем. Есть у нас еще сон. Здесь может быть сновидение. Там разные. Есть эсир – это пленник. Узник, можно сказать. И фактор – это фактор. Ему тоже можно найти синоним. Но слово зеленый синонима найти не можем. Поэтому дальше сразу смотрим. Юкардаки джюмлелерин ханги синде зыт анламлы. Сёсь джуклер верильмиштер. В каком из вариантов зыт анламлы? Значит, антоним. Надо найти нам антонимы. Смотрите. Месофе – это расстояние. Ара – это промежуток. То есть расстояние и промежуток. Это синонимы. Мы ищем антонимы. Генищ – широкий. Дар – узкий. Все. Широкий и узкий. Антоним. Значит, у нас ответ б. Еще у нас есть гювен и тимат. И гювен и тимат – это как доверие. И хидет и эфке. Это хидет – гнев. Эфке – злость. Это тоже синонимы. Смотрим дальше. Юкардаки джюмлелерин ханги синде зыт анламлы. Сёсь джуклер. Бир арада куланыл мамыштер. Вот смотрите здесь. В каком из предложений не были использованы антонимы? То есть смотрим. Умный враг. В общем, лучше, чем глупый друг. У нас здесь есть аклы и есть аклсыз. Это антонимы. Нам надо найти такое, где нет антонимов. Нам нужно больше настроя, чем денег. Побольше настроя и поменьше денег. Здесь ас, чок – это тоже антонимы. Беденим яшланды факат рухум халя генч. Моё тело уже состарилось, но душа моя до сих пор молода. Слово есть яшланды и генч. Как бы антоним старый и молодой. И олайлара карши кёр ве саырдр. Он на всё, что происходит. Олайлара карши кёрс – это слепой, а саыр – это глухой. То есть у нас слепой и глухой – это не антонимы. Значит, у нас ответ четвёртый. Ответ D. Вопрос шестой. То есть нам нужно найти пару, где у нас синонимы. Меслек – это специальность, профессия. И Ищ – это у нас работа. Профессия и работа – это у нас синонимы. Значит, мы его отмечаем. Да, правильный ответ. Остальное у нас или ригери – вперёд-назад. Кыса инже – короткий, тонкий. И узун кыса – длинный, короткий. Ну, то есть у нас это всё не синонимы. Синонимы только Меслек и Ищ. Переходим дальше. Седьмой вопрос. А щадаки тюмджелерин хаги синде зыт каршит анламлы сёзджуклер йоктур. В каком из предложений? Смотрите, здесь у нас слово как джюмле, а ещё есть слово как тюмдже. Это тоже предложение. Каких из предложений? Нет антонимов. Зыт каршит анламлы сёзджуклер йоктур. Нет антонимов, да. Ач токун халинден ал нарме. Разве голодный поймёт сытого? Ач и току. У нас здесь есть антонимы. Узун бойлулар аркада, кыса бойлулар эндеутурсун. Пусть высокий рост там сядут сзади, а низкого роста сядут впереди. Здесь тоже у нас есть узун. Высокий, кыса, короткий. Дели есть антонимы. То есть, дели достун ола джалана, аклы душман нолсун. Чем у тебя будет дели достун? Ну, ты, в общем, сумасшедший, неуравновешенный друг. Пусть лучше у тебя будет аклы душман. Умный враг. Здесь у нас есть дели и аклы. Аклы – это умный, а дели – это как дурак. Поэтому это тоже антонимы. И последний вариант. Дни быстро протекают, проходят. У нас здесь нет никаких антонимов. Это значит, будет у нас ответом. Смотрим восьмой вопрос. Сорун – это у нас проблема. Сорун, да? Задача, проблема. И нужно найти синоним. Кайгы – это беспокойство. Нет. Эндище – это тоже беспокойство. Проблем. Вот сорун – проблем. Значит, мы отмечаем это синоним. И мирак – это интерес. Не подходит. Девятый вопрос. Аз, эндже, сен, и череде, дейльмидин. Юкардаки, джюмледе, хангиси, келеменин, зыт, анламлысы, йоктур. У нас есть предложение. Разве это не ты был сейчас там внутри? Ну, внутри комнаты или чего-то. У какого слова нет антонима? У слова «аз» есть чок. У слова «эндже» есть антоним. Сонра. И череде антоним дышарыда. И получается, у нас остается слово «сен». У слова «ты» нет антонима. Поэтому мы его отмечаем. Десятый вопрос. Юкардаки эш леш тирмелерден, хангиси эш анламлы дейлдер. Нужно найти такую пару, которая не синонима. Солук и нефес – это у нас воздух, глоток. Дышать воздух. Это у нас синонимы. Потом «тартышма» и «мюнакаща» – это спор. И «тартышма» и «мюнакаща» – это спор. Спорить. «Тартышма» и «мюнакаща» – это спор. И «тартышма» и «мюнакаща». Потом «топлумсал» – это общественный. «Социал» – это социальный. Это тоже синонимы. А нам нужно найти не синонимы. И «танык» и «хаким». «Танык» – это свидетель. «Хаким» – это судья. Вот у нас не синонимы. Так, одиннадцатый вопрос. В какой из пословицы было использовано сразу два слова, которые являются антонимами? У голодного живот насытится, но глаз не насытится. То есть здесь, смотрите, здесь так хитро хотят нас поймать, потому что «дойар» – это как бы насытится, а «доймас» – не насытится. Но антонимы – это не глаголы. Глаголы могут быть положительно-отрицательные, но это не антонимы. Значит, это неправильный ответ. Дальше. «Доурусёс» – ямин истемес. Правильное слово не требует клятвы. Здесь у нас нет никаких антонимов. «Дост баща» – душман Аяабакар. «Друг смотрит на голову, как бы на начало, душман Аяабакар, а враг смотрит на ноги». Вот здесь у нас, я думаю, что это, наверное, антоним, потому что «баш» – это голова, верх человека, то есть один край человека, а «аяк» – это нижняя часть. И вот как можно, как антонимы, это принять. Последнее посмотрим. «Еидбирьяшар» – фырсат бин душер. Здесь у нас нет слова. У нас здесь слово «бир» и «бин», но это не могут быть антонимы. Один тысяча. «Еидбирьяшар» – егид живет один раз, а фырсат бин душер. А «шанс» выпадает тысячи раз. То есть здесь нет никакого у нас антонима. Скорее всего, да, вот это «дост баш» и «аяк», то есть «начало» и «конец». Можно так это воспринимать. Голова и ноги. Ладно, переходим к следующему вопросу. Внизу даны слова вместе со своими антонимами. В первом предложении говорится. Во втором предложении говорится. Какое слово, которое не имеет антонима. Смотрим. «Барыш» – это у нас мир. Его антоним – «саваж», «война». То есть, значит, не это. «Пис» – это грязный. «Темис» – это чистый. Тоже убираем. «Бельгили» – это значит грамотный. А «Джахиль» – это наоборот безграмотный, глупый человек. Это тоже антонимы. И у нас есть слово «Гергюлю» – это «воспитанный». И антонима ему нет. Значит, у нас слово «Гергюлю», которое не имеет антонима. Тринадцатый вопрос. «Ашадаки верилен дюмлелерин хангисин де юресель келемесенин эщ анлам лысы куланылмыштыр». В каких-то предложениях слово «Юресель» есть синоним слову «Юресель». «Юресель» – это значит местный или региональный. «Кадынар махали эльбеселерни геймишты». «Женщины надели махали» – это значит местные, то есть районные платья, которые принадлежат тому району, то есть какое-то… принадлежат тому месту. Вот как раз здесь «махали» и «Юресель» – это у нас синонимы. Кроме того, здесь есть «сонунда даэн доруунда улаштык». В конце концов, мы добрались до верхушки горы. «Яшаммыны баштан сона гёзденге черды» – он просмотрел, проанализировал свою жизнь сначала и до конца. И последнее «аркадаши и чин кайгланьорда». Он беспокоился за своего друга. То есть здесь нигде нету слова, которое было бы синонимом «Юресель» – местный или региональный. У нас вот ответ «махали» – «Юресель» – это синонимы. Смотрим. 14 вопрос. «Уяры баэшлама кимлик хювеет и кас. Юкардаки кельмерден ханги сенин эщ анламны сыве рильме миштыр». То есть тоже должны у нас… у нас здесь есть слова со своими синонимами, и у одного слова нет синонима. Смотрим. «Уяры» – это у нас предупреждение. И есть у нас слово «икас» – это тоже предупреждение. То есть есть два слова-синонима. Потом «баэшлама» – это «прощать», «прощание», «баэшлама». И ему нет на самом деле здесь синонима, потому что у нас есть слово «кимлик» – это как удостоверение. И хювеет – это тоже удостоверение личности. Вот два синонима. Значит, слово «баэшлама» у нас остается без синонима. И смотрим последний вопрос, пятнадцатый. «Сеченек таки келемелерден ханги сенин зыд анламны сы йоктур». У какого слова нет антонима? «Кыса» – короткий. Есть у нас антоним «узун». «Илери» – у нас вперед, значит, есть антоним «гери» – назад. «Юксек» – у нас есть антоним. «Юксек» – это высокий, алчак – низкий. И слово «ресам» – художник. И у слова «художника» – антонима нет. Все, мы решили тест. Отлично. Так, видео уже получилось достаточно длинным. Если такой формат вам нравится, если нравятся такие тесты, то здесь еще, в принципе, много разных тестов на другие грамматические темы. Мы можем их порешать в следующем видео. Если вам понравилось, ставьте лайки. Спасибо за внимание. До скорых встреч. До новых встреч.